У нас сегодня первый семинар взаимосвязи экономик Беларуси и России. Я хочу напомнить всем, что у нас также есть синхронный перевод этого мероприятия, поэтому, если вы хотите, если вам удобнее, то вы можете внизу выбрать дорожку English и слушать нас по-английски. Вопросы, комментарии вы можете писать в чат, можете также поднимать руку, и после того, как выступят все заявленные спикеры, мы с удовольствием послушаем ваши вопросы или какие-то ваши, возможно, реплики. Вот, и я передаю слово модератору сегодняшнего семинара, доктор экономических наук, научный руководитель экспертной группы «Европейский диалог» Евгений Гондмахер. Евгений, пожалуйста. Спасибо, Антон. Ну, у нас сегодня такой, наверное, немножко волнительный момент, потому что мы с Олеся Малехновичем и рядом коллег из Беларуси мы давно обсуждали, вот как нам в этой нынешней острой ситуации, которую мы видим в Беларуси, которая переживает, конечно, колоссальный политический кризис, как нам взаимодействовать, потому что мы все-таки как-то, ну, в хорошем смысле этого слова, Россия и Беларусь мы как-то особо связаны. И я вот лично уверен, что у нас во многом, конечно, общее будущее. И как человек, который является членом группы «Европейский диалог» российский, я считаю, что у нас, конечно, общее европейское будущее, как мне представляется. И вот мы пришли к такому решению, что мы открываем цикл таких встреч не только по экономической тематике, я сказал бы так в широком смысле этого слова, тематика экономическая, и она будет связана, как я надеюсь, с вопросами социальными, и вопросами управления, ну, и многим, чем другим. Мы повестку будем формировать, наверное, вместе. Ну, у нас второй организатор – это Центр социально-экономических исследований «Кейс Беларусь», где вот Олесь работает вице-президентом, Олесь Олегнович. И вот мы, наверное, на регулярной основе вот такие вот обмены мнениями между белорусскими экспертами, российскими экспертами. Кстати, приглашаются к диалогу эксперты из других стран, которые интересуются этой тематикой. Мы будем проводить. Ну, сегодня мы решили для начала, ну, как бы, открыть наши вот эти вот беседы, наши вот эти циклы. Ну, таких более-менее общих вопросов, обзорных, назвали вот «Взаимосвязь экономик Беларуси и России», потому что все понимают, что они довольно сильно взаимосвязаны. Но как это реально происходит, вот какие реальные процессы, что может быть после того, как Беларуси этот кризис политически разрешится, но мы с вами все-таки надеемся в пользу того, что Беларусь станет демократической, свободной страной. Что будет с экономикой Беларуси, как это повлияет на экономику России. И, в общем, вот эти все вопросы, сегодня мы, наверное, только попробуем начать их обсуждение, потому что тематика, как бы, с моей точки зрения, объятная. Вообще, я должен сказать, я не специалист в Беларуси, но, тем не менее, я практически в этом уверен, в России довольно мало людей. Из тех, кто профессионально занимается Беларусью, российско-белорусскими отношениями, я не считаю всяких там пропагандистов, а реально вот специалистов. И мы бы очень хотели, вот именно на экспертном уровне, без всяких там, знаете, наклеивания ярлыков, объективно посмотреть, как нам вместе действительно двигаться вот в это светлое, общее наше европейское будущее. Кто вот... Сегодня у нас есть двое докладчиков белорусской стороны. Ну, это короткие сообщения. Ну, первым у нас выступит Олесь Олегнович. Он, кроме того, что лицепрезидент Центра социально-экономических исследований КЕС Беларусь, он представитель по экономической реформам Светланы Тихановской. Второй будет докладчик у нас Лев Львовский, PhD. Он старший научный сотрудник Центра экономических исследований БЕРОК. Этот центр располагается в Беларуси, в Минске. Ну, кроме того, мы пригласили в качестве дискутантов, людей, которые могут какие-то короткие реплики, высказать какие-то позиции, несколько человек. Ну, я их буду представлять по ходу нашего обсуждения. Они все указаны в анонсе. Вот. Поэтому, я думаю, мы сейчас начнем. Я предлагаю договориться о регламенте. Вот это очень важно. Я предлагаю вот Олесю Олегновичу и Льву Львовскому по 10 минут, на то, чтобы они высказали свои какие-то основные позиции. А потом в рамках реплик вопросов мы, мне кажется, должны быть очень лаконичны. Для того, чтобы, ну, говорить по сути, не повторяясь. И, мне кажется, уложиться где-нибудь в час 15-полтора часа. Это важно, мне кажется, хотя бы для того, чтобы мы с вами не растеряли внимание во время нашего мероприятия. Тем более, я повторяю, мы будем проводить их на регулярной основе. И те вопросы, которые сегодня могут быть затронуты так мельком, мы все это мы фиксируем. Это все будет, конечно, поставлено в той или иной степени на обсуждение дальнейшее. Ну вот, после того, как я эти вступительные слова сказал, я хотел бы предоставить слово Олесю Олегновичу. Пожалуйста, Олесю. Добрый день. Спасибо, Евгений. Уважаемые дамы и господа. Я очень рад, что у нас есть такая возможность организовать циклические экспертные семинары. В основном на экономическую тему. Мы можем обмениваться своими мнениями, задавать вопросы, рассуждать и про то, что уже происходит в экономических отношениях между Беларусью и Россией. И что, возможно, будет происходить в будущем, как лучше устроить наши отношения. В связи с тем, что это первый семинар, то я подумал, что стоит начать с общей оценки ситуации, где сейчас находится, на каком этапе или каким образом белорусская экономика зависит от российской экономики. У меня 10 минут, поэтому я буду стараться коротко высказывать. Ни для кого из вас это не секрет, что белорусская экономика действительно очень сильно зависит от российской экономики. Это наше наследство еще со времен Советского Союза, несмотря уже на 30 лет независимости, по-прежнему сильная экономическая взаимосвязь между Беларусью и Россией, она остается. Долгие годы... Да, извините, Олег, просим всех выключить звук микрофонов, это очень важно. Долгие годы щедрая энергетическая, экономическая в целом и финансовая поддержка России взамен за так называемые воздушные поцелуи позволяла обеспечивать экономический рост Беларуси без проведения кардинальных структурных рекорд. Беларусь неэффективно, к сожалению, неэффективно использовала эти возможности, в основном расходуя большие энергетические субсидии и дешевые российские кредиты на поддержание нереформированного сектора госпредприятий. Госсектор сегодня в Беларуси создает 50% ВВП, это самый большой показатель в Европе. В результате, после 30 лет независимости, мы по-прежнему имеем экономику, очень зависимую от внешней поддержки одной страны, с которой мы почти каждый год ведем газовые, нефтяные, мясные, молочные и другие торговые войны, потому что Беларусь привыкла жить на игле. И без этого наркотика в форме дешевых кредитов или льготных условий торговли энергоресурсами мы больше не можем нормально развиваться. И каждый раз, когда Россия собирается снизить дозу, белорусскую экономику лихорадит. Давайте рассмотрим эту экономическую зависимость в четырех основных сферах. Первое, самое важное, это энергетические субсидии, второе, это экспорт товаров, третье, внешний долг и четвертое, прямые иностранные инвестиции в белорусскую экономику, то есть российская собственность в Беларуси. Что касается энергетических субсидий, то тут идет речь про импорт дешевой нефти, дешевого газа. За последние 20 лет Беларусь в среднем покупала от России 19 миллиардов кубометров газа по самой низкой цене в Европе, если не считать саму Россию. Сегодня Беларусь является и все эти годы являлась четвертым самым крупным импортером российского газа. Больше покупали только Германия, Турция и Италия. Если сравнить, чтобы определить объем субсидий для белорусской экономики, можно сравнить цену на российский газ для Беларуси с ценой в среднем на российский газ для европейских покупателей. Тогда получится, что Беларусь сэкономила с 2000 года по 2020 год сэкономила 40 миллиардов, почти 40 миллиардов долларов. А если сравнивать цену на газ для Беларуси с ценой на российский газ на восточной границе с Германией и отнять транспортировку от Германии до Беларуси, то получается, что белорусская экономика сэкономила даже больше, более 50 миллиардов долларов. Это что касается газа. Но в 2020 году Беларусь впервые в своей истории платила за газ в среднем цену выше, чем упомянутые два бенчмарки. То есть выше, чем средняя цена для Европы и выше, чем входная цена для Германии минус транспортировка. Среднесрочной перспективой мировые цены, скорее всего, вырастут, а Беларусь снова сможет покупать газ по немного, по крайней мере, заниженной цене. Кроме этого, есть еще поставки нефти. Беларусь в среднем за 20 лет покупала около 18 миллионов тонн нефти без пошлина или в разные годы с частичной уплатой пошлины. Иногда удавалось еще заниматься реэкспортом российской нефти под видом растворителей и разбавителей, чтобы не платить пошлину в российский бюджет. В целом, вот эти две категории, реэкспорт нефти и просто покупка дешевой нефти, за последние 20 лет составили, польза от них для Беларуси составила почти 60 миллиардов долларов. То есть газ плюс нефть, как минимум, дает экономику, экономию для беларусской экономики порядка 100 миллиардов долларов. В 2020 году разница в цене на нефть и мировой ценой на нефть составила всего 15%. И по отношению к ПВП уровень нефтяной субсидий для Беларуси был самый низкий в истории. Благодаря налоговому маневру в нефтяной отрасли в России к 2024 году Беларусь и вовсе будет покупать нефть по рыночной цене. То есть вот тут уже субсидий, скорее всего, не будет. Подытоживая конкретно энергетические наши отношения, самые хорошие, самые большие, лучший период времени был с 2000 по 2008 год. В это время субсидии составляли в среднем около 15% ПВП. С тех пор постепенно эти субсидии сокращались. И в 2020 году, если посмотреть на газ и нефть, то получилось, что в этом году у нас практически уже этих субсидий нет. Для удержания энергетических субсидий белорусским властям не помогли ни продажа Белтрансгаза в 2007-2011 годах, ни вступление в ЕАЭС. На что рассчитывали белорусские власти, что благодаря этому Беларусь сумеет, например, покупать российский газ по внутрироссийским ценам. Вторая сфера экономики, где у нас очень большая зависимость от России, это экспорт товаров. За последние 20 лет в разные годы от 35 до 53% экспортируемых товаров в Беларуси поступали в Россию. В среднем это было около 40%, в прошлом году 42%, в этом году за первые 9 месяцев уже 46%. Потому что немножко меньше мы купили нефти, немножко меньше поставили нефтепродуктов в Европу, поэтому доля России тут увеличилась. Если изъять из белорусского экспорта нефти и нефтепродукты, то доля России в белорусском экспорте вырастет свыше 50%. Для отдельных отраслей экономики, прежде всего промышленного сектора, например, производства молока, производства мяса, тут доля России иногда доходит до 80% или даже до 95% в структуре экспорта вот этих отраслей. Третья сфера зависимости — это внешний долг. В разные периоды времени, особенно когда цены на газ, цены на нефть росли, Беларусь под конец года обычно удавалось добиться, получить льготный кредит. Раньше это были достаточно льготные кредиты от России на поддержание экономики. Но со временем эти кредиты стали увеличиваться. То есть если раньше Беларусь смогла одалживать, например, в 2004-2005 году по 150-175 миллионов долларов в год, то позже уже эти объемы были уже больше, по миллиарду, по 2 миллиарда в год. Это и долги от России, и долги от ЕФСР, которые зависят в основном от России. Это тоже, например, полмиллиарда долга внешнеэкономбанка на строительство белорусской атомной электростанции. В целом Беларусь уже аккумулировала почти 11 миллиардов долларов внешнего госдолга перед Россией. То есть это те долги, которые нам еще предстоит сплатить. И если раньше в основном такие долги были не обусловлены, то есть Россия давала эти долги взамен не требуя ни реформ в экономике, ни приватизации госпредприятий, ни углубления интеграции, то сейчас уже, начиная где-то так с 2017 года, новых кредитов не было, во-первых, до этого года. В этом году, в сентябре, после встречи президента в Сочи, Россия пообещала выделить полтора миллиарда долларов. Первый транш из ЕФСР полмиллиарда долларов поступил в Беларусь. Остальные два транша еще не поступили в Беларусь. И тут без уступок со стороны Беларуси, в том числе решения политического кризиса, углубления интеграции, эти деньги, как я полагаю, не поступят. И четвертая сфера зависимости — это собственность в экономике. Около 55% всех прямых инвестиций, накопленных за время независимости в Беларуси, принадлежат непосредственно инвесторам из России. Если к этому добавить российский капитал, зарегистрированный в таких странах, как Кипр, Великобритания, Швейцария, то доля российских инвестиций в беларусской экономике составляет приблизительно 2 трети. Очень много. Но при этом надо понимать, что общий объем накопленных инвестиций, зарубежных инвестиций в беларусскую экономику, он достаточно скромный. Конкретно российских инвестиций чуть больше, чем 11 миллиардов долларов. И российский капитал на самом деле контролирует небольшие, невелико цифры предприятий, крупных беларусских предприятий, которые находятся под контролем российского капитала. Это, естественно, 100% Белтрансгаз, 43% акций Мозырского нефтеперерабатывающего завода, 49% в телекоммуникационном МТС и еще 5 банков, чья доля в банковской системе Беларуси составляет менее 25%. Вот так выглядят четыре сферы, основные экономические сферы зависимости беларусской экономики от российской, в некоторых областях значимость России больше, например, в экспорте, по внешним долге, в некоторых это зависимость, скажем так, не такая критическая, как в собственности экономики. И на этом позволю окончить. Если будет вопрос, я еще отвечу позже. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Олесь. Ну, давайте теперь послушаем, что скажет там Лев Львовский. Пожалуйста, Лев. Приветствую всех. Хочу еще раз поблагодарить Евгения Шлемовича, что он организовал эту дискуссию. Думаю, что будет хороший инструмент. Вместе с Олесем, Лев. Вместе с Олесем, да, извиняюсь. У нас мы бисером. Вот. Хотел бы рассказать еще чуть больше об экономике Беларуси. Собственно, Олесь только что рассказал вот о гигантских субсидиях, инвестициях, которые идут из России в Беларусь. Я, наверное, немного расскажу о том, на что они, собственно, идут, или точнее, куда движется белорусская экономика. Вообще, Александру Лукашенко удалось создать такой образ Беларуси, как все еще индустриальной страны, как страны государственной собственности, государственных заводов, где все контролируется государством, или, так иначе, большая часть всего. И, конечно, это означает, что Россия тоже видит это примерно так. И когда Россия дает деньги Беларуси, какие-либо субсидии, то, вероятно, предполагается, что эти деньги идут на всю экономику в целом, вот на какие-то продуктивные платежи, поддержку заводов и пароходов. В реальности за последние годы доля государства в Беларуси снижается. То есть большая часть вот этих финансов, которые идут из России, они идут все меньшему количеству людей и все меньшему количеству бизнесов. Так, доля людей, которые работают на чисто государственных предприятиях за последние 8 лет снизилась на 8% пунктов и теперь составляет около 29%. Если говорить об экспорте товаров, то здесь тоже в 2012 году лишь 30% экспорта было произведено частными компаниями. В 2019 году доля частных компаний в экспорте уже составляла 56,5%. То есть роль частного бизнеса в Беларуси неуклонно растет, при том, что львиная доля инвестиций все еще идет в руки государственных предприятий. Здесь есть и плохая новость в этом, но есть и хорошая. Хорошая заключается в том, если говорить о беларусско-российских отношениях, хорошая заключается в том, что частный бизнес точно так же в значительной степени связан с Россией и точно так же вкладывается в экономические взаимоотношения России и Беларуси. доля экспорта частного бизнеса в Россию тоже составляет около 40%, и это абсолютно естественно. У нас и общий язык, и общее маркетинговое пространство, и, конечно же, упрощенный ввоз товаров и услуг в Россию, и импорт из России за счет того, что мы состоим в экономическом и торговом союзе. Соответственно, это, наверное, должно предполагать, что такие тесные взаимоотношения между Россией и Беларусью вовсе не обязаны быть завязаны именно на государственный сектор и на взаимоотношения конкретных двух лидеров стран. Наши экономики тесно связаны по гораздо более фундаментальным причинам, и мы видим, что при изменении экономики, при перетекании все большей и большей доли ВВП в сторону частного производства, эти взаимоотношения не изменяются значительно. Ну вот, я постараюсь быть пократче, на этом закончу. Спасибо. А у меня, я пользуюсь правом модератора, я хочу задать короткий вопрос и короткий ответ. Ладно, Олесь, и вам, и Льву. Ну вот вы нам показали, что две наши экономики, ну, по крайней мере, в белорусской экономике роль России довольно большая. Понятно, что российская экономика более крупная, и роль белорусских товаров, услуг не такая большая, как у вас там в Беларуси. Сейчас это эффективное взаимодействие, или это, как вы считаете, взаимодействие как бы патрона и такого, так сказать, подчиненного? Нуждается ли это, с вашей точки зрения, в каком-то новом балансе, чтобы это было взаимовыгодно и Беларуси, и России, или нет? Или все нормально? Может быть, очень коротко, пожалуйста. Олесь. Спасибо за вопрос. Как я уже сказал, та поддержка, которую многие годы очень щедро оказывала Россия в белорусской экономике, и которая имела свой политический фундамент, она все-таки шла на поддержание той относительно неэффективной части белорусской экономики, которая находится в госсекторе, и благодаря этому белорусская экономика меньше реформировалась, чем могла бы. То есть были средства, то есть дешевые кредиты, льготные цены на нефть, на газ. Благодаря этому можно было удерживать и многие годы нерентабельное производство, нерентабельное предприятие. И только теперь, когда вот эта доза в виде дешевых кредитов, дешевых других субсидий уменьшается, то мы видим, что последние 8-8 лет белорусская экономика находится в стагнации. У нее нет возможности показывать рост в ситуации, когда госсектор составляет 50% экономики. Ваша точка зрения. В целом, я соглашусь с Олесям, я бы разделил вопрос об эффективности на два периода. Грубо говоря, до 2010 года и после. До 2010 года можно назвать эти инвестиции так или иначе эффективными, так как в Беларуси все еще шло накопление капиталов. Капиталов в стране не хватало и отдача даже от тех же государственных заводов была довольно высокой. И мы видели, что Беларусь росла довольно высокими темпами, опережающими среднемировые. Начиная с 2010 года, те же самые инструменты, те же самые потоки вдруг потеряли свою эффективность. Капитал был накоплен и неизменность структуры управления, неизменность уклада мыслей людей, которые расходовали эти средства, она привела теперь уже к негативным последствиям. Была попытка, например, пользуясь некой советской логикой, увеличить продуктивность труда тем, что многие заводы были модернизированы во многом за счет тоже кредитов из России, но не учитывалась стоимость, собственно, этого добавочного капитала. В итоге сейчас многие заводы, которые могли бы быть прибыльными и могли бы быть на плаву, обвешаны кредитами, очень дорогими кредитами в иностранной валюте, и теперь уже не являются конкурентоспособными. То есть вот эти дешевые деньги, они в начале пути помогают, а потом, как сказал Олеся, развращаются. Понятно. Спасибо. Если я могу одно предложение еще добавить, что... Да, пожалуйста. Потому что вы спрашивали именно про эффективность. Эффективно ли вот это взаимодействие белорусской и российской экономики? Эффективность можно как мерить? Вот если бы Россия вложила 100 миллиардов долларов, и белорусская экономика стала развиваться, как Израиль, Эстония, другие развитые, быстрорастущие экономики. Но ведь белорусская экономика практически каждый год заканчивается тем, что мы начинаем ссориться, имею в виду правительство Беларуси с правительством России по поводу опять того, что у нас дешевые цены на газ, но недостаточно дешевые, чтобы поддерживать экономический рост. То есть эффективности тут не получается. Понятно. Хорошо, спасибо. Коллеги, вот перед тем, как мы перейдем к обсуждению с участием наших российских экспертов, я хотел бы очень коротко попросить Григория Ростопеню. Он директор по исследованию Центра новых идей из Минска. Он такой социологический аспект нам немножечко еще расскажет для нашего дальнейшего обсуждения. Пожалуйста, Григорий. Да, спасибо вам большое. Я должен начать с того, чтобы сказать, что на самом деле я хоть заказывал две волны социологических исследований за последние два месяца. Про экономику мы спрашиваем крайне мало, потому что это в каком-то смысле бессмысленно, да, потому что экономика не растет последние там 10 лет, в мире пандемия, в стране глубочайший политический кризис, бизнесы уезжают, люди уезжают, внешние акторы не хотят финансово поддерживать экономическую систему в Беларуси. Ну, то есть, ну, какие экономические перспективы могут, в принципе, чувствовать люди? Ну, в принципе, как бы никаких, да. И если там говорить про какие-то цифры, то, например, в сентябре нам люди говорили о том, что более 80% людей считают, что за последнее время экономическая ситуация еще и ухудшилась. Если же говорить об отношении к России, то это более динамичная вещь, и она, на самом деле, сейчас, не знаю, насколько быстро, да, но это определенно меняется. И это процесс, который, наверное, в Канаде очень часто замерять. В общем, белорусы считают, россиян, наверное, скорее говорить в этом контексте русских, самым культурно близким народом, да, большинство респондентов хорошо в Беларуси относятся к России, к российскому руководству, но определенно, в смысле, в политических клин этот уже вбит, и он уже будет, какое-то время, наверняка, будет существовать. Я сейчас попробую образно описать отношения к России трех основных политических групп, которые есть в белорусском обществе, чтобы как-то показать, как меняется отношение. Первое, общество базировано на три группы, это сторонники протеста, это так называемые наблюдатели, и это противники протеста. И это, каждая из этих групп составляет примерно по трети белорусского общества. И вот первая группа сторонники протеста, это те, в этой группе наибольшее среди прочих, чем в прочих группах. Количество меньшан, людей с высшим образованием, людей на руководящих должностях, высококвалифицированных специалистов. То есть, эта группа, в принципе, экономически, она наиболее активна. И это группа, которая наиболее разочарована в действиях России по отношению к политическому кризису в Беларуси. И это группа, в которой именно и происходит наибольшее изменение. Именно вот это чувство разочарования, недовольства тем, как показываются белорусские события на российских федеральных каналах. Вторая группа, это так называемые наблюдатели, это те, кто поддерживает требования протеста, но они не готовы идти на риски и на персональные издержки ради этих протестов. И ради участия в них. То есть, они не принимают насилие со стороны государства, они все меньше доверяют действующей власти. Среди них больше, чем в прочих группах количества, например, женщин, молодых людей, работников госсектора, служащих, работников сферы обслуживания. То есть, это люди, которые менее экономически активны, чем сторонники протеста. И в этой группе тоже, в принципе, наблюдается разочарование России. То есть, если мы, например, когда мы спрашивали людей, ухудшилось ли их мнение о том, как к России, после того, как она выразила поддержку Александра Лукашенко, то среди сторонников протеста об этом говорилось 78%, а то среди так называемых наблюдателей 42%. Если мы спрашивали по отношению к тому, как российские СМИ интерпретируют события в Беларуси, то о том, что российские СМИ абсолютно все неправильно интерпретируют, говорят 79% сторонников протеста и 50% наблюдателей. То есть, в принципе, эти люди немного похожи в своих взглядах, но все же в этой группе разочарования в отношении России чуть меньше. И третья группа это противники протеста, это те, кто не хочет победы протеста. По какому-то смысле эта группа сконсолидирована вокруг Александра Лукашенко, но все же не надо думать, что там все люди внутри этой группы очень его любят и хотят, чтобы он оставался дальше президентом. И в этой группе среди них больше, чем в прочих группах количество пенсионеров, люди со средним образованием, с начальным образованием, люди, которые работают в гостекторе, занимаются более низкой квалификацией, чем люди из других сегментов. И у них по большому счету довольны тем, как Россия, тоже довольны тем, что Россия признает Лукашенко президентом и пускай, ну и ограничено и все же поддерживает его. Ну, на этом все, спасибо. 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 Спасибо, Регор. Но, мне кажется, что здесь социология очень важна для экономической тематики, потому что, как вы показали, наиболее экономически активная группа населения в Беларуси, они, в общем, начинают, к сожалению, немножко разочаровываться в политике России, и это, безусловно, на будущее наших экономических отношений как-то может повлиять, если это будет продолжаться. Так что это, в данном случае, социология, мне кажется, имеет большое значение. Коллеги, давайте я сейчас вот буду давать слово нашим уже российским коллегам, которые согласились, им большое спасибо, ну, как, дать свою реакцию на то, что сказали наши белорусские друзья. Ну, я бы хотел, тут порядок не имеет значения, ну, допустим, вот я хотел бы попросить бы Николая Петрова, ну, сейчас он старший научный сотрудник Четом Хаос, но наш российский человек, он всегда с нами, его интересы и научные, и политические, они все в России. Пожалуйста, Николай, коротко, давайте мы коротко, чтобы была еще возможность послушать тех людей, кто к нам присоединился, там есть вопросы, и наверняка есть желание тоже выступить с репликами. Пожалуйста, Николай. Да, я очень коротко, очень интересно было послушать выступление коллег, я бы просто хотел добавить еще один штрих, который, мне кажется, имеет достаточно большое значение, когда мы говорим о взаимодействии между Россией и Беларусью на экономическом уровне, семейную экономику и связи на уровне простых людей, простых граждан. Есть разные расчеты, по некоторым из них порядка миллиона граждан в Беларуси работают в России. Это не особенно видно, в отличие, скажем, от среднеазиатских гастарбайтеров, и в этом смысле разница между россиянами и беларусами, она абсолютно не очевидна, и я думаю, что очень важным аспектом проблемы являются вот эти связи на уровне уже каждой конкретной семьи, которые в том числе накладывают отпечаток и сегодня на то, как российское общество пассивно достаточно реагирует на события, происходящие в Беларуси, и на те последствия, которых мы можем ожидать на уровне не макроэкономическом, а человеческих взаимодействий. Один миллион для Беларуси это колоссально много, я не видел расчетов того, какие деньги это приносит в Беларусь, но сам факт того, что мы живем в союзном государстве, и, кстати, союзное государство, в отличие от Евразийского союза, не прозвучало сегодня пока, но тем не менее, да, есть определенные правила, которые общие и для россиян, и для беларусов, и первое, с чем сталкивается любой приезжающий в Россию, это то, что есть специальный коридор для граждан России, граждан Беларуси, для граждан союзного государства. Мне кажется, очень важно, когда мы будем дальше говорить о взаимозависимости экономической и взаимовлиянии, иметь в виду вот этот аспект человеческих взаимодействий. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Николай. Ну, мне кажется, что я как тоже дам маленькую реплику, что проблематика союзного государства, его будущего, требует отдельного рассмотрения, потому что коллеги белорусские говорят, что наше экономическое взаимодействие в общем неэффективно, а это же, наверное, основа союзного государства. Там есть, конечно, интеграционные процессы более высокого уровня, но нам важно понять вот эту экономическую основу, и если там нужно что-то менять, одновременно реформы должны быть. В Беларуси, я думаю, они обязательно будут, я надеюсь, в России когда-то. Это, конечно, будет менять всю концепцию социального этого союзного государства. Это будет одна из наших будущих тем, как мне представляется, если белорусские коллеги согласятся для обсуждения вот этой интеграционной собственной процессы. А вот теперь я хотел бы попросить Дмитрия Потапенко. Ну, Дмитрий известный финансовый аналитик, экономист, предприниматель, ну, известный человек с, мне кажется, очень интересной системой взглядов на то, что происходит вокруг. Да, Дмитрий, пожалуйста. Ну, реплика короткая. собственно говоря, когда обсуждалось еще, только начинались первые протестные акции, собственно говоря, если кто не знает, моим соведущим является Женя Романенко, собственно говоря, он человек, который пострадал, в том числе, отсидел, слава богу, не на окрестине, поэтому, в общем, эта история близка мне. Вы имеете ввиду с ведущей вашей передачи, вы же ведете на YouTube. Нет, это на YouTube. У меня есть еще, как говорится, маленький-маленький свой информационный холдинг, вот, и есть еще программа на их. Вот, поэтому, и плюс ко всему, у меня был один из бывших кандидатов президента тоже на программе по Беларуси. Я про экономику знаю очень хорошо, печать у меня была до того, как вся эта история началась на Беларуси, собственно говоря, через что мы завозили любимые всеми белорусские креветки. Поэтому я такой экономист по земле. Я понимаю, что кто бы ни остался или пришел вновь к власти Беларуси, им придется идти на поклон, к сожалению, в Кремль. Потому что та зависимость, я считаю, ее достаточно фатальной. Она неэффективна, сразу могу сказать, конечно, я не могу не согласиться с нашими коллегами, но тортап, ее, собственно говоря, господин Лукашенко долго выстраивал, умело, в общем, манипулируя взаимоотношениями с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, но другое дело, что, как любой председатель колхоза, совхоза, он, в общем, вложился просто в рабочие места. Рабочих мест в Беларуси есть, но они, в общем, все спонсируемы. И поэтому, кто бы ни оказался у власти, очень невыгодная, конечно, позиция, причина того, что, на поклон в Кремль. А здесь другое, как говорится, другое ограничение. Собственно говоря, а что же можно этому условному Кремлю, даже неважно, даже если, несмотря на то, что у нас произойдет ближайший, на мой взгляд, там, промежуток Кремии, там, два-три года смена серых на черный, то есть придут, скорее всего, по моим оценкам полковники, только не в серых костюмах, а в погонах. Это обычная история ухода авторитарных режимов, то, собственно говоря, а что же продавать Беларусь в виде, политического, я имею в виду, контекста, продавать Беларусь, потому что интеграционная часть, грубо говоря, получить еще одну, как бы, еще одну дотационную, дотационный регион, бессмысленно. Получить некий, ну, поскольку вот долгое время, там, расчет-то был, в том числе, и всех финансово-промышленных групп, что Беларусь станет одной из частей России, но это маловероятно, потому что, в общем, я думаю, что, во-первых, и сопротивление будет достаточно существенное, а ключевой вопрос, опять-таки, даже если пофантазировать, и произошло бы объединение такое, вот в рамках России Беларусь бы была присоединена и стала бы дотационным еще одним регионом России, а, собственно говоря, а дальше-то что с этим всем делать? Ну, кроме того, что мы получили какой-то более прямой выход к зарубежным рынкам с точки зрения как раз границ именно такого логистического плеча, но это не решает основных фундаментальных проблем, которые есть в России, и, на мой взгляд, именно поэтому нет никакого прогресса даже в общении условных двух авторитарных правителей, потому что, по большому счету, они друг другу не нужны. Владимир Владимирович, нужно сейчас решать задачу, что мы как продукт под названием России на международном разделении труда, а у Александра Григорьевича нужно решать совершенно локальную задачу, а как бы ему так свой народ нагнуть и вытащить из Владимира Владимировича под каким-то соусом денег, чтобы заткнуть, просто залить деньгами тех людей, которые там есть. Ну, часть выдавить, часть избить, ну, либо надо там устраивать геноцид вплоть до физического уничтожения, либо надо их выдавить из страны, чтобы они выехали, их не надо было кормить, а, соответственно, это уменьшает просто обычную расходную часть в капексах с точки зрения штуки под компанией под названием Беларусь. Поэтому все весьма непростая история, из нее придется выковыриваться и России, и Беларуси. Долгие теперь десятилетия, потому что вот эта увязка, она... И при этом еще, да, есть проклятый Запад традиционный, которому тоже, в общем, Беларусь тоже особо не сильно упирается. То есть, такой неплохой цуцванг для всех нас. То есть, мы вроде как мы разъехались из коммуналки, но коммуналка, на самом деле, под названием СССР осталась. То есть, где-то стены подгнили, где-то полы провалились, а внешний каркас зданий так как был, так и остался. по большей части мы огорожены европейскими или азиатскими странами. Так что, как-то так. Кратко все. Ну, так сказать, какая основная, Дмитрий, все-таки основная мысль, смотрите, если в Беларуси политический кризис все-таки разрешится, мы на это надеемся, в сторону прихода новой действительно демократической легальной легитимной власти, то там же, наверное, так сказать, будут какие-то реформы. И как это все будет соединяться с тем, что происходит у нас? Вы там немножко затронули, понимаете, получается, вот страна, которая хочет что-то делать и пытается что-то делать, и Россия, которая реформы, ну, скажем, мягко говоря, которая этого не даст. Вот это уже, так сказать, нет. То есть вы считаете, это очень четко, это чуть-чуть, нет. Это знаете, как называется? Внеэкономические, то есть будут внеэкономические методы? А, вот так. Давление, конечно. Слушайте, ну, гибрид, гибрид мы, давайте будем честны, мы парни гибридные, мы вообще умеем, делая хорошую мину и говоря, что нет, нет, мы умеем прижимать территорию, мы умеем управлять режимами под... Поэтому я еще, когда только вся история начиналась, я, ну, там, условно говоря, я говорил о том, что если Тихановская вдруг ни с того ни с сего завтра, ну, это было вот когда только вся история, чем щелчком пальцем, по муловине, волшебной палочки, без вот этих протестов, без окрестины, которая там произошла, это было бы абсолютно жестоко, беспринципно и все остальное. Даже если по щелчком пальцев она вдруг ее так раз, и Александр Григорьевич сказал, еду курить, там, не знаю, в Ростов-то, у нас традиционное место отдыха, в общем, во всех бывших, то ей все равно пришлось бы договариваться с Владимиром Владимировичем. А Владимир Владимирович, я скажу честно, ну, то есть давайте будем в данном случае циничный и прагматичный. Ему выкрутить руки новым новым управленцам куда как проще, чем выкрутить старому старому сельхознику. Старый сельхозник уже, во-первых, там распространил своих людей, поэтому в этой части ребятам, которые будут после Лукашенко, если они будут, придется куда сложнее, чем Лукашенко. Потому что наш пострел, он, говорю, умеет делать спецоперации, выкручивает руки, да, при этом ласково улыбаясь в глаза. Так что парням удачи. Хорошо, спасибо, спасибо, Дим. Ну, давайте попросим Бориса Кравченко свое, так сказать, свое мнение, реакцию высказать. Он у нас возглавляет Конфедерацию труда России. Это, ну, я считаю, действительно настоящий профсоюз, который есть в России. Давай, да, Борис, пожалуйста. Спасибо, Игорь Ильич, спасибо за приглашение. Я тут, конечно, оказался в кругу профессиональных экономистов и аналитиков, немножечко там, являясь избранным профсоюзным функционером, тем не менее, я выскажу свой бутылят на тему, которую мы сегодня обсуждаем. Я хотел бы обратить внимание участников круглого стола на то, что есть еще одна очень важная, еще один очень важный признак, очень важная отличительная черта белорусской экономики, которая ее по-многому возближает и с российской в этом аспекте. Это полное бесправие наемных работников, которые заняты на белорусских предприятиях. 4,5 миллиона человек оценивает объем численности работоспособного населения в Беларуси, даже если миллион из них работает в Польше и в России, все равно 3,5 миллиона активных граждан треть страны, их интересы не защитены никак. Они никак не могут влиять на уровень своей заработной платы, они никак не могут влиять на условия своего труда, от них ничего не зависит в вопросе защиты их рабочего места. И эта система создана такая же и в России, но в Беларуси она очень закончена получила форму. Здесь даже Беларусь единственная страна в центральном восточном вообще на европейском континенте, где Александр Бегович Лукашенко попытался ввести элементы принудительного труда, я имею ввиду известный указ номер 9 президента о некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности, где работники просто должны были платить своему работодателю и государству, если они хотели сменить место работы. Это беспрецедентный случай, и он очень хорошо характеризует трудовую сферу Республики Беларусь. Эти зарплаты остаются критически низкими, эти коллективные договоры, которые заключаются, не имеют никакого смысла перекисывают абсолютно выхолощенный трудовой кодекс, и работники это хорошо очень понимают. Во-первых, есть сопротивление достаточно серьезное, сохраняется усилиями международного сообщества, нашими усилиями проспоездный плюрализм, в виде и существуют независимые организации, даже действуют в Солигорске, на Беларусской Олимпе. И здесь есть некоторая надежда в связи с тем, что это еще возможно. Но обратите внимание, что происходило в Бабуське. Работники крупных, даже государственных тестуемых Лукашенко промышленных предприятий выражали, присоединялись к протесту, и это было видимо, и становилось понятно, что рабочие движения, рабочие организации не только являются акторами, но и имеют свою повестку. Создавались тачкомы, они выставляли экономические требования. Эти требования во многом были связаны как с искренением системы принудительного труда, как с окоренением системы срочных контрактов, так и с совершенно серьезными общими требованиями, связанными со свободой объединения в гражданской организации, в профсоюзной организации, с правом на проведение производственных акций, забастовок, изменений процедуры запретительной, такой же фактически, как в России, с правом наведения просто это можно посмотреть на документы, с правом наведения коллективных переговоров. А каких бы вы сейчас, может быть, кому-то из участников дискуссии кажется, что есть некоторое преимущество в подобном закреплении положения наемных работников, и хотелось бы его сохранить и после падения режима Лукашенко, который, как я надеюсь, совсем не за горами. Но надо нам подумать, преимущество ли это, и нам надо подумать, не развязать ли нам вот эти возможности организованных наемных работников сказать свое слово, говорить свое слово в трудовой сфере, в определении социальной политики, в определении собственного положения, в определении будущего Беларуси в целом. Вот несколько сумбурно, но мне кажется, что право на свободу объединения, право на забастовку это то, что будет необходимо в будущем, будущей свободной Беларуси, то, что будет работать на ее экономику и на поиск баланса социальных акций. Спасибо, Женя. Спасибо, спасибо. Но мне кажется, Бортью важная мысль в чем, это вот, мне кажется, для наших белорусских коллег может быть полезно, что это очень важная часть будущих реформ. Это не только чисто экономические реформы, да, ну, связанные с приватизацией, там, допустим, это реформы, связанные вот с этим, с трудовыми отношениями, потому что мы в России это все-таки проходили, начиная там с конца 80-х и наделали, конечно, много ошибок и есть, у нас как раз опыт есть разный, да, Борис, и позитивный, и негативный и прочее, но без вот, без этого модуля, мне кажется, успех экономических реформ невозможен, вот если этот модуль не учитывать и здесь тоже не проводить, тем более, что, судя по тому, что ты сказал, ну, коллеги белорусские подтвердят, Беларуси люди труда, они вообще не бесправят, в широком смысле этого слова, ну, если я имею в виду прежде крупное предприятие, конечно, государственный сектор, потому что есть частный сектор, о котором, вот, Лев говорил, там, наверное, ситуация немножко другая, но вот государственный сектор, который составляет, ну, значительную часть экономики Беларуси, и он и дальше должен развиваться, там вот это, мне кажется, вещь одна из ключевых, насколько я так понимаю, да, спасибо. Если позволите добавить к словам Бориса, я бы сказал, что главное еще то, как ущемляются права рабочих в Беларуси, это может быть даже не столько вот запрет на создание и противодействие создания профсоюзов, это то, что в Беларуси де-факто отсутствует пособие по безработице, то есть каждый работник, получается, там, если у него есть семья, он не может уволиться, даже если ему разрешено это сделать, даже если он не попадает под какой-то странный указ, просто потому что пособие по безработице в Беларуси составляет 16 долларов. Понятно. И вот это точно будет частью важных реформ. Ну, важнейшая часть реформ это мобильность рабочей силы, мы это с вами знаем, это, к этому надо стремиться, а все, что сейчас есть, это закрепление, я так понимаю, людей, как в советское время, еще к их станкам, там, шахтам и прочее. Хорошо. Последний у нас вот, но, я бы сказал, тоже важный очень, выступающий с Россией, с Петраной, это профессор Заостровцев Андрей Павлович. Пожалуйста, Андрей Павлович. А потом мы перейдем к свободной дискуссии. Здравствуйте. Я буду очень краток, потому что у меня тем все время интернет срывается, Россия... Подождите, очень плохо. Стоп. Что? Это страна, и интернет работает очень плохо, в отличие от белорусского. И, соответственно, приходится все время подключаться. Значит, я работаю, одну из моих работ в Европейский университет в Петербурге, такое еще есть. И там центр модернизации, где мы исследуем в том числе все постсоветские страны. И, соответственно, уже много, 15 лет назад мы выпустили книгу «СССР после распада». У меня там была глава по Белоруссии. Я уже оставил эту тему, спокойно писал по Тайваню в последнее время модернизации. Но вот тут мне начальник Травин сказал, что надо писать про Белоруссию, вернуться к этой теме. И я вот вернулся. Значит, первое, что я бы заметил, а вообще большой пессимист. Я еще публикуюсь на питерском издании «Фонтанка.ру». И там еще в самый разгар протестов я написал «Наш СОС все глуше и глуше». Мои знакомые демократы меня очень критиковали, они говорили «Вот сейчас, вот чуть-чуть, вот еще немножко, и вот тут у нас будет свободная демократическая Белорусь». Я говорил «Подождите». Значит, в чем по экономике мы говорим, в чем дело? Значит, в Белоруссии надо решиться, куда она идет. Мне кажется, что понимания такого нет. Если вы остаетесь с Россией, вы остаетесь с Лукашенко. Это одно и то же. Если вы развиваетесь с Россией, то вы понимаете какой-то экономический коллапс. Вот если скажем, в 2017 году проводилось такое большое исследование субсидирования, а то об этом сейчас много говорили мы тут Россия и Белоруссия, по данным Международного Валютного Фонда от 11 до 27 процентов ВВП Белоруссии это российская, как говорится, поддержка во всех скрытых, открытых и так далее формах. Я в российской СМИ очень часто могу прочитать, что предоставлен Белоруссии такой-то и такой-то кредит, речь идет не только об этих последних пресловутых полуторамиллиардах, но ни разу я не читал, что Белоруссия вернула кредит. Значит, соответственно, значит, прежде чем затерять реформы, нужно понять самой Белоруссии с кем они, да, они пойдут ближе к Европейскому Союзу, в ассоциацию хотя бы с Европейским Союзом или останутся с Москвой, значит, с Лукашенко, с Путиным, с Кремлем и так далее. Значит, самый хороший совет дал Каха Бендукидзе, наверное, все знают, кто это такой, когда он был министром экономики Грузии. В очередной раз Россия блокировала экспорт, импорт России с экспорта в Грузии вина, процентов 80 вина Грузия экспортировалась в Россию. К Бендукидзе пришли фермеры, как нам дальше жить. И он дал совет на все времена. А вы представьте, что на месте России ледовитый океан. Вот если вы представите, горы, совпадают белорусы, что на месте России ледовит океан, тогда у вас реформы имеют шанс. Если вы будете искать вот эти все время компромиссы с Россией, то вы так и останетесь тем, кем вы были. Меня очень удивило такое выражение, что наверное это так и есть, я не ставлю под сомнение, что белорусы вот разочаровались поддержкой Путина Лукашенко вот этими там полтора миллиардами и так далее, и так далее. Его поздравления Россия еще демократическая так называемая сделала все, чтобы Лукашенко остался президентом во время кризиса конституционного 96-го года. Если бы не Россия, возможно бы Белоруссия как бы справилась с этим кризисом и Лукашенко бы не был уже президентом. Поэтому вот сначала решите в какую сторону вы идете, идете вы в сторону Евросоюза или идете в сторону Кремля. А дальше уже программа реформ, которая ничего абсолютно нового не представляет, все уже за 20 лет до вас написано и проделано многими странами. Может быть у меня такое оригинальное немножко выступление, но спасибо за внимание. Ну Андрей Павлович, позиция понятная, позиция понятная. Хорошо, коллеги, я смотрите, у нас есть несколько вопросов, вот мне сказал Антон, есть несколько вопросов, которые поступили при регистрации. Имеет смысл их зачитать, Антон, вам, чтобы наши докладчики на них ответили? Или как? Я просто их не видел. Да, ну я бы обычно мы делаем так, что мы даем приоритет вопросам, которые приходят по ходу дискуссии. У нас такие вопросы тоже есть, ну не знаю, да, вот можно выбирать, Евгений. Нет, ну давайте, тут в данном случае я их просто не вижу, Антон, и вы, я тогда вас попрошу, может быть, эти вопросы озвучим. Хорошо, ну тут четыре вопроса от Андрея Лаврухина, я думаю, что будет справедливо, если мы возьмем один с учетом нашего ограниченного времени. Вопрос к обоим докладчикам, он был где-то в 4.30, я предполагаю, что это к Ольву и к Олесю. Какова доля российского капитала на уровне госсектора и бизнеса в белорусской экономике? Вот такой вопрос. Я кратко отвечу, я это уже сказал в своем выступлении, что на самом деле доля российского капитала в белорусской экономике не такая большая, то есть есть буквально несколько действительно крупных предприятий, которые были выкуплены, предприятий и банков, которые были выкуплены российским капиталом и сегодня там успешно развиваются, ну выкуплены частично или полностью, да, это Белтрансгаз был выкуплен в течение четырех лет, то есть монополист на рынке газа в Беларуси, это пять банков, Белгазпромбанк, Белвеббанк, БПС Сбербанк, Альфа-банк и банк ВТБ, пять банков из 24 коммерческих банков, их удельный вес в банковском секторе составляет где-то 20 до 25 процентов всех активов банковской секции, 49 процентов, то есть неконтрольный пакет акций в телекоммуникации в компании МТС и в одном из двух нефтеперерабатывающих производствах есть 43 процента акций в НПЗ Мазырь, которые принадлежат российскому капиталу. Вот это, пожалуй, там четыре сферы или четыре такие крупные примеры, где российский капитал действительно владеет какой-то значительной частью белорусской собственности. Есть еще российский капитал в других отраслях, но он уже меньше, не такой значимый, и эти предприятия не такие крупные. Понятно. Олесь, надо просто иметь в виду, что сейчас ли, секундочку, наличие даже, допустим, контрольного пакета на каком-то одном-двух предприятии может оказывать вообще такое мультиплицирующее значение вообще на всю экономику. Да, Олесь? То есть что-то вы застыли. Да? Понимаете, Олесь, да? Я говорю, что тут вот два-три предприятия ключевых, где российский капитал имеет большое значение, и это, так сказать, для всей экономики Беларуси имеет такое значение, мультиплицирующее, согласитесь. Не обязательно во всей экономике, во всех секторах иметь какие-то позиции. Алло. Я могу еще добавить к этому ответу такую более отвлеченную мысль, и она собственно отчасти касается того, что может предложить Новая Беларусь России. Дело в том, что в последнее время у нас наблюдаются некоторые серьезные проблемы с правом частной собственности, поэтому объекты владения, которые принадлежат российскому капиталу, как приближенному к Владимиру Путину, так и отдаленному сейчас это вопрос в некоторой степени относительный. Мы видели еще в самом начале политической кампании дело Белгоспромбанка, и как легко российское владение может отчасти утратить вот российские собственники могут отчасти утратить контроль над своей собственностью в Беларуси. Так что вот так. Понятно. Да, Антон, пожалуйста, какие там еще вопросы? Тут есть еще вопрос, пришел в чате, но вы сначала озвучите те, которые у вас. То есть те, которые пришли раньше, да? Раньше, да. Ну, люди написали раньше, имеют право, чтобы раньше не вопросы озвучили. Хорошо. Ну, вот, Павел Михайлович Кудюкин, партия Народная Хромада. Какова роль демократических профсоюзов в процессе трансформации и какие методы учета интересов широких слоев населения в условиях неизбежных социальных трудностей? Ну, это, наверное, кому? Колесе вопрос? Ну, кто хочет? Ну, я могу ответить, я могу ответить на этот вопрос, конечно. В Беларуси сохраняются демократические профсоюзы, действует признанная организация. Входят 95% наемных работников, состоят в совершенно прогосударственной, совершенно государственной федерации профсоюзов Беларуси, которую возглавляет господин Орда, начальник штаба господин Лукашенко на прошедших выборах. Есть небольшая Беларуский Конгресс независимых профсоюзов, небольшая конфедерация, которая является нашей партнерской, которая признана и МОД, и Международной Конфедерацией профсоюзов. Туда входит самый серьезный профсоюз, который входит в эту федерацию, действует в Сарегорске на Беларускале, и он принимал участие в последних событиях. Какова его роль? Роль, конечно, незначительная, как роль всех более-менее независимых общественных организаций партии в современном общественном пространстве Республики Беларусь. Но эта роль важна. Коллеги долгое время борются за то, чтобы были, сохранялось уважение, не говоря уж об имплементации к тем стандартам труда, которые заложены в международных обязательствах Республики Беларусь в ратифицированных конвенциях МОД, а Беларусь ратифицировала значительное их количество. Они поддерживают независимые инициативы по всей стране. Сейчас они испытывают серьезный рост в связи с тем, что работники крупных предприятий, госпредприятий, частных предприятий активизировались, ищут возможности канализации своей активности, реализации своих требований. Сейчас параллельно мы проводим учебный семинар с белорусскими медиками, которые хотели бы объединиться в независимый профсоюз. Мы им помогаем, потому что мы такой путь прошли, таких обращений от медиков уже тысячи, от людей других специальностей тысячи. Может быть, нет влияния серьезного на ситуацию с протестами, но есть возможность поддержать и легализовать любую независимую инициативу наемных работников. А в дальнейшем мы считаем, что это движение будет набирать свою силу и скажет свою роль в дальнейших экономических и социальных преобразованиях. Белорусский конгресс демократических профсоюзов включается. Пока мы тут размышляем, оказывается российско-белорусские профсоюзные отношения прошли намного более длинный и действительно эффективный путь, чем мы в наших экономиках, я так понимаю. Это важный момент. Хорошо, Антон, что еще у вас? Ну вот Андрей Суздальцев этот вопрос задавал и в форму, да, и сейчас. Извините, но учитывая, что докладчики связаны со штабом Светланы Тихановской, хотелось бы на уровне тезисов понять экономическую программу Новой Беларуси. В частности, планируется ли выход из союзного государства? Я только оговорюсь, что я не связан со штабом Светланы Тихановской и абсолютно независимый экономический эксперт. Ну, это вопрос колеса, наверное, предназначен. Да, колеса. Общее видение институциональных реформ было изложено... Вы меня слышите? Извините, у меня... Да, да, слушаем, слушаем. Общее видение экономических реформ было изложено без лишних подробностей, было изложено в письме подписанным более 60 экономистами, в основном из Беларуси, белорусскими экономистами за рубежом и зарубежными экономистами под конец октября. Она публично доступна, я вот после своего выступления напишу в чат ссылку. Это абсолютно как бы нужные реформы, то, где есть у нас консенсус и внутри среди белорусских экономистов и заграничные, зарубежные экономисты согласны, в том числе российские, это обеспечение равных условий ведения бизнеса, независимо от структуры собственности, независимо от размера предприятия, независимо от отрасли. Это верховенство законов, то есть чтобы законы в Беларуси действительно выполнялись, они просто были на бумаге и чтобы они выполнялись в равных, как бы, они касались всех, в том числе властей, в том числе госсектора. это уменьшение роли государства как основной силы, основного регулятора всего, что есть в беларусской экономике, потому что в Беларуси сегодня государство влияет не только на госсектор, который создает 50% ВВП, но он отправляет планы сверху вниз, то есть вот центрально от администрации президента, в обл-исполкомы, в городские исполкомы, они, соответственно, эти планы экономические рассылают дальше, не только на госпредприятия, в том числе и на частные предприятия. То есть государство, профильное министерство не только регулирует свои отрасли, они тоже являются собственниками предприятий в этой отрасли, это надо разделять, то есть надо изменить, уменьшить роль государства в экономике, обязательно надо сделать то, про что Лев Левский вспомнил, надо реформировать социальную политику, это вообще предыстория к каким-либо изменениям Беларуси, то есть люди, которые если будут терять работу, они должны иметь нормальное пособие по безработице, которое позволит им искать себе нужную работу, позволит им получить, пройти курсы переподготовки, то есть это тоже нужно в Беларуси сделать. Надо развивать финансовый рынок, Беларусь он очень неразвитый и действительно белорусским частным предприятиям, не хватает дешевых кредитных ресурсов для развития. То есть вот там есть в этом списке, в этом письме многих экономистов есть 11 таких направлений, я сейчас вышлю ссылку. да, но я бы еще добавил, там в вопросе было про планирует ли Стана Тихановская выход из союзного государства, ну я конечно не могу говорить Стану Тихановскую, но вот в этом собственно письме, о котором так что говорил Олесь, которое я в том числе тоже подписывал, там естественно ни слова не говорится о выходе из ЕС и о выходе из союзного государства, но это собственно и не требуется и наверное было бы довольно странно. Как мы говорили еще в самом начале, вне зависимости от политики белорусской и российской экономики сильно связаны, поэтому начинать какое-то новое движение с вот какого-то экономического коллапса с разрыва отношений было бы думаю довольно неосмотрительно я тут опять же как не часть штаба Светлана Тихановской скажу, было бы неосмотрительно для любой будущей власти в Беларуси, будь то Светлана Тихановская или кто-либо другой, кто может прийти здесь к власти. Ну мне кажется я вот хочу от себя буквально два слова сказать. Вообще союзное государство все последние годы вообще находилось как таковом. Ну коллеги об этом тут говорили вот эти регулярные войны в конце года по поводу газа, нефти, я не знаю там этих белорусских продуктов, которые экспортируются в Россию. Ну и много чего другого. Лукашенко же неоднократно на встречах по-моему и в рамках Евразийского союза и прочее выражал вообще неудовольствие тем, как это все идет. Поэтому здесь мне кажется вопрос Андрей Иван Шудельцев спрашивает, вопрос заключается не в том, чтобы сейчас взять и все порвать до основания что называется а потом подумать что делать дальше. Надо мне кажется как мне представлять белорусским коллегам здесь видение просто начинать реализовать все что связано с союзом государства который и так находится в таком очень сложном положении. Есть вот эти интеграционные программы это все еще раз посмотреть чтобы это действительно то о чем мы говорили вначале было взаимовыгодно и Белоруссии и России а не было так что Россия несет на себе ношу вот этих субсидий дотации и так далее в ответ требовать Белоруссии каких-то шагов связанных с экономикой а с какими-то геополитическими вещами это должен быть какой-то найден баланс который мне кажется он может быть найден и это не предполагает что союзное государство будет растущим оно просто должно получить какую-то вторую жизнь на каких-то новых основаниях если я не прав уже отвечаю на самом деле Светлана Тихановская и экономисты которые с ней сотрудничают не рекомендуют никоим образом разрывать отношения в рамках союзного государства или ЕАЭС наоборот мы считаем что Беларусь должна иметь хорошие партнерские отношения и с востоком и с западным то есть на данный момент у нас открыты границы с востоком но наоборот например достаточно высокие тарифные и нетарифные ограничения в торговле товарами и услугами с западным миром желательно чтобы эти условия торговли они выравнивались что Беларусь вступила наконец-то после 28 лет переговоров во всемирную торговую организацию где уже находятся все оставшиеся члены Евразийского экономического союза желательно чтобы Беларусь имела более углубленную более углубленное сотрудничество со всеми странами так как бы с Россией у нас она и так очень углубленная желательно чтобы была возможность диверсифицировать что касается внешних долгов Светлана Тихановская заявляла про то что те кредитные соглашения и друг не только кредитные соглашения заключенные с действующей нелегитимной властью Беларуси которая которая не поддерживает большинство населения которая ведет репрессивную политику против своего собственного народа что эти соглашения да они могут быть пересмотрены в будущем весьменной власти не идет разговор про пересмотр всех отношений или договоренностей идет разговор о пересмотре договоренностей подписанных уже после окончания срока президента Лукашенко 5 ноября 2020 года хорошо коллеги остался вот здесь я вижу Антон еще один вопрос последний давайте мы сейчас зададим его нашим докладчикам и одновременно дадим им возможность ну как бы завершить нашу дискуссию которая только начинается на самом деле повторяю мы будем регулярно собираться сегодня мне кажется выявились какие-то точки по которым мы должны отдельно поговорить безусловно так вот этот вопрос связан сейчас я его найду связан с военно-дорминическим комплексом такой очень оригинальный вопрос который мы сегодня никак не затрагивали насколько ну я своими словами да вот взаимосвязь ВПК России и Беларусь это важнее то есть второе коррупционная составляющая так же ли она сильна как это было в отношениях России Россия и Украины вот два собственно ну имеется ввиду Россия и Украина по газовым делам вы понимаете там и прочее вот два вопроса про ВПК и коррупционные составляющие в наших отношениях пожалуйста кто может Олесь или Лев кто хочет ну тут сложно что-то такое конкретно сказать касательно ВПК там есть значимые взаимодействия оставшиеся еще современность Советского Союза но в некоторых там областях даже углубленные есть какие-то новые товары опять же как и со всей остальной экономической деятельностью если вопрос про то как это изменится при новой власти не знаю не знаю чем это должно отличаться от всего остального взаимодействия по другим экономическим вопросам а что касается коррупционных связей тут я к сожалению совсем не эксперт поэтому что сказать не могу Лев вы очень просто поделитесь вашими вашей рефлексией на наш очень короткий вступительный я повторяю это много раз вступительный разговор мы только начали говорить нам нужно было пощупать вот этот формат тематику вот ваши какие впечатления и что мы дальше можем дальше так в нашем диалоге я думаю что как что основные каналы связи к сожалению между Версией и Россией были налажены вот только на уровне там личных взаимоотношений двух людей Владимира Путина и Александра Лукашенко из-за этого многие годы накапливались какие-то серьезные непонимания что происходит в той или другой стране поэтому такие контакты в любом случае думаю будут полезны как и всем участникам так и обеим странам пара таких комментариев рефлексии о том что было сказано сегодня вот в частности например о том о чем говорил профессор Заостровцев это я конечно не политолог и не могу отвечать за господи Тихановскую но как человек который живет тут внутри я полагаю что события в Беларуси это не совсем политическая революция это не решение уходить от России или идти к западу или наоборот я лично вообще не очень воспринимаю изменения которые происходят здесь как политический вопрос политический вопрос это про коммунистов или либералов насколько я понимаю сейчас основные требования протеста в Беларуси это требования прекратить репрессии пытки незаконные аресты это не касается политических предпочтений я бы предположил что это такие базовые вещи которые должны разделять и коммунисты и либералы и консерваторы поэтому возможно как раз здесь будет какое-то окно возможностей получится договориться о том чтобы не меняя такую глубинную экономику страны изменить не политическое устройство а изменить скорее порядок отношения власти к людям конкретно в Беларуси и наверное попытался бы как-то сгладить пессимизм Дмитрия Потапенко в том что новой Беларуси нечего предложить России думаю что то что новая Беларусь могла предложить России это есть нормальные взаимоотношения это во-первых меньше просить каких-то новых кредитов и долгов у России то есть продолжить такие же партнерские или братские отношения при этом меньше изымать денег из карманов российских налогоплательщиков а второе это нормализация всех остальных отношений как я уже говорил даже условно российский капитал при том что Россия вроде бы одна из последних стран которые поддерживают Александра Лукашенко при этом российский капитал здесь вовсе не защищен насколько это совпадает с интересами россиян в целом и Владимира Путина в частности я не уверен до конца поэтому возможно что тут существует какое-то окно возможностей именно для взаимовыгодного разрешения этого политического кризиса спасибо ну что Олесь пожалуйста вам возможность высказаться в завершении нашей дискуссии спасибо большое за модерирование дискуссии спасибо большое всем выступающим всем кто задавал вопросы на самом деле вопросов было больше я их видел даже вот тут в чате и они все по существу и я бы с удовольствием если было время еще на них постарался ответить поэтому надеюсь что будет возможность продолжать эти дискуссии на регулярной регулярной основе и мне кажется таких дискуссий нам очень не хватало все там последние десятилетия даже я бы сказал что все-таки на экспертном уровне таких такие дискуссии были редкостью у нас в основном были про государственные или просто разговоры на высшем уровне то есть президенты премьеры министров поэтому надеюсь что у нас этот диалог продолжится и мы будем вместе и оценивать ситуацию и искать возможности для изменений рекомендаций для Беларуси может для России Россия же тоже может что-то интересное почерпнуть из нашего опыта спасибо всем ну да ну в конце я хотел бы тоже буквально два слова сказать мне показалось это интересно потому что Олег справ я я конечно никогда Беларусь я повторяю так специально не знался мне намного ближе конечно Украина всего разных наимогу происхождения украинского ну и по многим другим причинам вот и Беларусь для меня всегда была такая первая инкога до этих последних событий которые сейчас мы все с вами переживаем и сопереживаем безусловно и я должен сказать что с моей точки зрения почему мы в России должны интересоваться тем что в Беларуси происходит более того общаться обмениваться ну у нас общая судьба у меня все таки в этом глубокая абсолютно потому что ну допустим сейчас Беларусь ну вот профессор Зостровцев сказал что вам надо определяться либо вы с востоком либо вы с западом но наверное это правильно так в таком я бы сказал идеологическом ценностном смысле потому что действительно европейский выбор это важно и Беларусь его конечно давно сделала я так понимаю и там ну по крайней мере у большей части общества сомнений здесь нет в России есть сомнения насчет европейского выбора к сожалению но как бы Беларусь не может взять вот и завтра развернуться на 180 градусов к России сказать все до свидания мы будем теперь стремиться туда в Европу в ЕС и прочие дела потому что это наверное очень амбициозная интересная цель просто потому что мы действительно мы сегодня видели какие-то об этом говорили факты и такие тенденции мы очень сильно вросли друг в друга очень сильно и я не говорю даже о том что это коллапс экономический Беларусь даже я говорю не об этом действительно разрыв культурных связей разрыв вот того что у нас работает в России о чем Боря говорил Кравченко и вот Николай Петров говорил да у нас работает миллион человек белорусов здесь которые являются белорусскими гражданами и работают в Российской Федерации еще много много всякого такого которое нас знаете связывает хотели бы того или не хотели бы нам надо вместе искать какие-то общие 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 это очень сложно конечно у нас в России ситуация непростая мы это все прекрасно понимаем я бы сказал так для новой демократической Белоруссии которая надеюсь скоро будет Россия нынешняя Россия тяжелая конечно партия тяжелые пассажиры не скроем этого дела но другого пассажира нет но есть Европа конечно мне кажется что у Белоруссии есть шанс стать вот сбалансировать свою политику и восточном и западном направлении и стать таким вот в хорошем смысле этого слова хабом это вот у меня такая концепция главная давно крутится страной которая что называется пользуется всеми плюсами сотрудничества и с Россией и с Европой но и со среди более дальними странами тоже и как мне кажется и для России если так рационально подумать это очень хорошо лучше иметь в соседях такую страну тем более глубоко интегрированную в Россию чем уметь украинский кейс вот честно говоря украинский кейс он меня очень очень расстраивает из-за того что мы вроде бы всегда были очень близкие страны и переплетение и турное и родственное какой только у нас не было теперь мы с вами прекрасно видим что происходит да даже вообще основном то о чем Григорий Астапенко говорил про белорусов ну смотри что в Украине произошло за вот эти последние несколько лет ну это с моей точки зрения это ненормально я не буду говорить кто виноват это отдельный вопрос да и мы все прекрасно понимаем почему так произошло вот мне кажется в этом смысле для Беларусь имеет уникальную важность новая власть новая белорусь как раз Лукашенко как мне кажется если он будет продолжать быть правителем я не знаю там диктатором как угодно узорпатором в Беларуси он как раз может напортить очень сильно отношения с Россией еще больше и в белорусском общественном мнении кстати говоря в российском тоже потому что в России посвященная часть людей мы же видим вот эти все насилия пытки репрессии и прочее люди конечно в России к этому относят тоже тоже эти репрессии у нас опыт такой в общем был в нашей истории поэтому надо мне кажется нам не надо переменьшать роль такого рода контактов как вот мы я думаю начнем и будем делать потому что информация и какие-то выводы они только накапливаются они же просачиваются они просачиваются тем людям которые принимают решения и в Беларуси точно и я думаю в России точно и поэтому давайте будем продолжать я надеюсь что Олеся с этим согласится и будем что называется постепенно все клубки все углы которые в наших отношениях сложились распутывать так чтобы они были действительно отношениями братскими отношениями дружественными когда мы бы спокойно ездили в Минск не замечая что мы пересекаем границу а дружественные ездили к нам в Москву и мы действительно чувствуем вся часть общего европейского пространства где соблюдается права человека где торжествует демократия где действительно эффективная рыночная экономика где социальная программа мощная я хочу всех поблагодарить и хочу извиниться перед теми кто присоединился как слушателей но наверное наверное не успел может быть выступить или задать вопрос но у нас такой сегодня был жанр очень короткий но я думаю такая возможность будет вы пожалуйста имейте ввиду следите пожалуйста за нашими анонсами мы это будем делать дальше но уже в следующем году спасибо всем спасибо спасибо организаторам организаторам спасибо спасибо большое пока спасибо спасибо пресс-клубу за помощь спасибо обращайтесь спасибо